всем привет джон леннон у меня на груди не просто так а потому что джон леннон очень любил группу genesis насчет всех альбомов группы genesis я не знаю не уверен но то что он любил пластинку celine england by the pound я знаю точно но насколько можно верить написанному другой инфа других источников информации у нас нет кроме того как читать то что кто-то где-то написал ну вот я тоже прочитал там свое время и поверил джон леннон собирал пластинки вообще он любил слушать музыку в отличие от многих музыкантов я знаю очень много музыкантов которые вообще не любят слушать музыку у каждого свои так сказать эти самые прибамбасы в голове джон леннон собирал пластинки я уже где-то говорил как-то раз что пластинки покупал в трех экземплярах один экземпляр запечатанный ставил на полку 2 2 экземпляр открывал и слушал а 3 открывал и давал послушать друзьям с тем чтобы ему обязательно вернули настоящий коллекционер был при всем при том вообще любил это дело в смысле слушать и еще во времена битлз ввозил с собой музыкальный автомат ставил в гостиничном номере слушал синглы в основном матауновские сечки всякие разные но речь не об этом и даже не об альбоме salen england by the pound а просто вспомнил о genesis вспомнил вот об этом альбоме увидев который сейчас многие скажут а рыбина опять выдрючивается опять начиная разговор о великой группе genesis достал самый плохой их альбом я знаю таких людей которые считают это этот альбом самым плохим я его считаю самым интересным можете называть меня как угодно кем угодно но поверьте мне что это действительно шедевральная запись а пока в 1981 год это пластинка я услышал впервые тоже в 1981 году мне было 21 год тогда и к тому моменту я конечно слышал уже все что записано было этой группой начиная там от первого альбома from genesis to revelation и trespass и все-все-все там и нас рекраем фокстрот и селин ингланд тоже то же самое и агнес на бродвее и дальше trick of the tail wind and waterring и и потом уже вот вот это все вот нас осталось только трое и дюк и вдруг бац думаю что ничего нового уже никогда не услышал genesis будет все то же самое в одну дуду ну в одну дуду получалось интересно на самом деле такие вот грандиозные полотна по-хорошему можно назвать это не обижайтесь только в хорошем смысле слова смурь такая такая разная такая но надо сказать что такой смурь в хорошем смысле в начале 80 в начале семидесятых еще и в англии в америке было записано такое количество невероятное и так было все похоже одно другое что продолжать в этом русле можно конечно было какое-то время но к 80-м годам это уже было через чур через чур невероятно хотя многим это нравится многие до сих пор в одну дуду продолжают так вот фигачить и получается даже интересно но отличить уже альбом там последние от второго или первого можно с большим трудом мысли в одну дуду вот так вот фигачить и в россии есть такие музыканты и в америке есть и в англии есть и все получается хорошо и красиво и конец соответствует началу абсолютно то есть так так как заведенная такая такой горшочек как сказка была такая помните такой горшочек который варит кашу все время он варит и и варит 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 она вкусная каша хорошая а горшочек горшочек и так все время все время дай давай давай больше 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 ну там в сказке кончилось все плохо у нас все кончилось хорошо, тем более, что еще не кончилось. Так вот, а бокап 81-й год. Альбом записан в собственной студии, в загородном не доме, а в каком-то поместье с конюшней, где Genesis построили свою собственную студию. Сначала в недостроенной студии еще репетировали в 80-м году, потом в конце 80-го и 81-м туда пришли и уже в достроенной студии стали записывать этот альбом, отрепетированный. Писали его два месяца, каждый день, уперто по много часов в сутки. Потому что очень сложная музыка здесь. Несмотря на то, что некоторые считают ее какой-то попсой, этот альбом странным, опопсевшим и продажным, не поюсь этого слова. Насчет продажности тут есть о чем говорить, потому что это был первый альбом Genesis, который в Англии занял первое место сразу. И много недель там держался в топах, в общем, по полной схеме. И в Америке тоже понравился. Это, к слову, о продажности. Никакой продажности не было, мне кажется, потому что что Genesis уже продавать? Они уже заработали все, что могли. Они заработали мировую славу, заработали армию огромную, поклонников. Пластинок много, пластинки все хорошие. Чего уже пыжится. И не надо отбирать у музыкантов право играть так, как им нравится. Вот художник живет в этом времени. И художник он дышит этим временем, он слышит это время, он чувствует это время. И это время выливает своего творчества. Хочет он того или нет. Индивидуальность при этом сохраняется. Она никуда не девается. И здесь Genesis остался тем же самым Genesis, что и на Wind & Watering, и на Trick of the Tale, и на всех остальных альбомах даже с Питером Габриелом. Все играется ровно теми же людьми, ровно с тем же посылом. Только время другое, техника другая, звук появился новый, звук барабанов с Нойзгейтом здесь прекрасен. Изобретена была эта штука в студии, где записывал Питер Габриел свои сольные альбомы. И помог в этом деле Фил Коллинз и Хью Петхам, звукоинженер, который писал и вокап в том числе, песню Интрудер, вы помните, у Питера Габриела? Мы про нее отдельно поговорим, и про альбомы Питера Габриела обязательно тоже. Но вот этот барабанный звук с Нойзгейтом, такой почему-то в России никто не использует этот звук. Не знаю почему, мне это непонятно. Я не слышал ни у одной русскоязычной группы вот этот такой вот звук. Хотя сейчас это сделать несложно, на самом деле. Но изобрел это Фил Коллинз вместе с другом Питером и Хью Петхам. И здесь очень все сложно, очень всего много, хотя кажется, что вроде как не очень. Но если внимательно начать слушать, даже не внимательно, а просто слушать и понимать, что там происходит, эта волосинка полный кайф. Как я уже говорил, здесь и ранний Genesis сохранен, и время 81 год, 80-81 год, здесь прет просто моторно, быстро, мощно, главное, очень мощно. Такой мощи, как на этом альбоме Genesis никогда нигде не выдавали такого рока с большой буквы R. Тут... Ух! Начиная с Абакапа, который врезается сразу. Ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Здорово я спел, да? Мне тоже нравится, я прусь сама такая. Абакап просто несется на тебя как какой-то локомотив, дыхание локомотива. У Джатратал было послабее дыхание локомотива. Здесь он просто такой сапсан умноженный на 25 просто влетает, врывается потом раз и переходит в какой-то такой психоделический инструментал. Темп сохраняется, темп никуда не делся, но такое пространство раздвинулось, звуки разреженные, какая-то космическая психоделия такая довольно мрачная наваливается на нас, электронная, электрическая, с чудесным звуком гитары, на которой играет Резерфорд здесь, так же, как и на бас-гитаре. Чудесные, длинные ноты, так, 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 изумительно звучит все. Просто прекрасно. Ну, а сюрпризы начинаются дальше уже на No Reply At All. Когда в дело вступает духовая секция группы Earth, Wind & Fire, если я не ошибаюсь, это первая запись Genesis с хорошей духовой секцией, с настоящей пачкой духовых. И Коллинз развернулся здесь соловьем просто. Про него же говорил Питер Габриэл, что Фил поет так же, как я, только лучше. И Коллинз здесь дал таких вокализов так прекрасно. Ну, и вот это No Reply с духовой секцией вдруг тоже раз обрывается такой вот soul-фанк полет и мы падаем в пространство привычное Genesis с органом Бэнкса с басом с длинными нотами с длинным пением таким и потом раз и возвращаемся обратно в эти штучки очень здорово все но самые главные чудеса начинаются дальше Минцара Джейн который написал Питер Бэнкс вот здесь уже все по полной схеме наборочено столько стилей в одной песне про то что там в середине регги странное начинается про это уже только ленивый не говорил ну так все красиво и рефрен Минцара Джейн как поется так так невероятно как как это можно придумать это большая композиторская такая работа серьезная ну а затем Keep It Dark гитарное начало гитарная фраза потом поперек начинается песня неожиданная какая-то игра с размерами вообще здесь везде во всех песнях с размерами просто люди делают все что угодно как угодно их крутят но это конечно Коллинз постарался я думаю мастер барабанов размеры меняются так начинается в одном размере потом бас пошел другой поется это мрачное Keep It Dark все это моторно и перкуссионное соло такое ощущение что на водопроводных трубах все трое начинают молотить какими-то там гаечными ключами и потом опять вот тут я показал это что это начинается клавиши и сразу бас такие такие вот штуки и поперек еще пошла вокальная линия то есть там размер я не знаю я не умею считать размер но кто умеет посчитает там замечательно все это сделано при этом доходчиво внятно и понятно на второй стороне до до что адский адский старый дженесис просто вот адский старый такой привет из фокстрота там из до лампла уснул уснул как клаус шульц а такие просто такое ощущение что кулачища у бэнкса как моя голова примерно ну так идут такую дуду здравствуй вот это дженесис перед дженесис это уже перед дженесис или сами себя вы хотите про грока их есть у меня и вот такого дали тут ну зато лак как потом в серединке все-таки юмор в музыке должен быть куда деваться если выкинуть вот этот самый кусочек то это конечно будет просто страшно люди сошли с ума вдруг вернули тот самый звук из начала семидесятых и всерьез так начали им работать нет не совсем всерьез все тут в порядке худанит считалка не считалка шиза не шиза но в общем достаточно интересно и достаточно весело и юмора здесь даже чересчур можно было бы немножко и посерьезней хотя я редко так говорю я всегда за юмор в музыке но тут уж совсем как-то чересчур страшная трагичная песня Мэна де Кона где Коллинз показал что он не просто хороший вокалист а что он великолепнейший вокалист красивая очень песня с электронной перкуссией которая начинается разреженное очень полотно такое с чудесной мелодией яростной Филла Коллинз трагической такой такой просто вот на разрыв ну а потом вступает вся группа и понеслось 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 Like It Or Not понеслось и Another Record другая пластинка тоже со странными со странными плаваниями в размерах не очень так понятно сразу кто кто когда вступит и кто что сыграет и кто когда кто где закончит но все складывается в единое плотное полотно за долгие годы Genesis научились играть сложную музыку и здесь выдали по полной все что умеем все сыграно блестящий альбом яркий современный абсолютно не устаревший до наших дней доживший и продолжающий меня лично радовать безмерно абсолютно современная музыка кайфовая сложная можно ее назвать поп можно ее назвать интеллектуальным роком как угодно кстати критики сравнивали эту пластинку музыку этой пластинки сравнивали с музыкой XTC того времени я этому очень рад не я один такой умный мне тоже приходит в качестве сравнения XTC как раз вот периода 80-х это очень здорово это очень прогрессивно красиво умно интеллектуально и музыкально я пошел пить до встречи